Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной росе, Слышу голос и вонящая дорога. Здравствуйте, Болтаны! Надежда Куприсова. Здравствуйте, Валерий Константинович! Благодарю за прекрасные книги, Нашла ответы на многие свои вопросы. Благодаря Вашим советам вырастить сад будет легче и проще. Примерно в 50 раз легче, Если не выпадает вся эта бесконечная работа в саду. Высылаете ли Вы семена, появится побегоносную. Можно ли купить у вас садится или семена венгела, японская сакура. Так, Вы меня уже с кем-то спутали, Я занимаюсь плодовыми растениями. У меня японской сакуры нет. Венгела вроде бы есть, у меня красивый, единственный куст. Отводков не дает, семена не дает. Как размножать не знаю. Так, вот. И... Ой, Елена Александровна, вроде мы видели такой в стороне, Такой отводочек. Как размножать? И вроде бы, а кто-то еще сказал, что это не венгела, Хотя красивый розовый куст. Поэтому, у меня не разживетесь. Ни саженцами, ни семенами. Ни венгелой, ни сакурой. Ну, я уже за все отвечать не могу. Появится побегоносная. Значит, выглядит она вот так. Так, вот. То есть, на девушку не смотрите, Вы смотрите на траву. Вот. Вот она такая есть, но Как же сделать, чтобы девушку не видели? Это отвлекайтесь. Вот. Давайте так. Значит, про... Я не рассылаю. Раньше рассылал Полевицу побегоносную. У нас была серия Беснежных зим. И вот этот прекрасный Газон, который еще тоже Труда следует вырастить. Потому что растившими ее, Эту самую Полевицу, А тут же рядом и сорняки. Вот. Уже и сорняков нет. Уже все прекрасно. И вдруг бах! Беснежная зима. Верхний слой вымерзает. А она потом... Она вся не погибает. Она потом Клочками лезет. А тут ура! И опять сорняки. И я прыгнул на это дело. И перестал ей заниматься. Где-то там еще клочки есть. Но я даже не рассылаю. Почему? Снежные зимы сменились на бесснежные. Сменился климат. И все. И оказалось, что она не для меня. Хотя жалко до сих пор. Я как вспоминаю эту красоту, Когда сам был взрослым. Весь этой Полевицы. Ой, красота какая. Так. Снова про книгу. Что она пишет? Тираж очень мал. Видимо, редкий случай, когда кто-то заглянул в тираж. Видимо, мало кто читает бумажные книги. Все пользуются интернетом. Точнее сказать не так. Вот это поколение уже, которое не мы, и не дети, которые вообще книги не читают. А среднее поколение. Оно просто не читает. И по интернету тоже мою книгу никто не читает. Почему? Сейчас объясню. Посмотрите. Вот книги. Северный сад все равно закончился. Годы прошли. Записки еще есть. Вот. И я называю другую причину, почему мало читает книги. Вот она, страшная причина. Бедность и знание равнодушия. Сейчас такое общество. Значит, появилась книга, но я продал до сих пор только одну единственную. Вот. Это вот этот Северный сад. Электронная версия. Записанная. Пока. И единственная, хотя она у меня, именно вот это вот объявление есть в моих каталогах по черенкам и по семенам. Но никто не реагирует. А вы говорите, что, как там было написано, что, значит, в интернете, короче, пользуются. Ага, сейчас. Вот, пожалуйста, читай. Я что-то не вижу никаких этих попыток. Вот. Продолжение следует...